Тихо ходим. Подъезжай, 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 подъезжай. Выйдем, что-нибудь, Саша? Ну да, да, давай. А ну, подъезд сбоку, ну. Да не надо его. Нет, тут интересней. О! Ты видишь, что это? Тот, который трепал тебя. Захарченко Это Захарченко Подождите Значок на видное место Я не вижу Вы спрятали его под жилю Это моя проблема? То есть то, что значка я не вижу Это моя проблема водителя, да? Захарченко, Сергей Владимирович Я не вижу до какого годного Я человек, я хочу убедиться Вы настоящий инспектор Вы отказываетесь показать? Скажите, Захарченко, вы отказываетесь показать? А вы проверять срок годности моего достойния Вы отказываетесь? На провокационный вопрос я не отвечаю Протокол за остановку стоянку в два ряда Вы что, не видите, аварийка сломалась Сейчас аварийный знак Скажите, окажите помощь своему товарищу Если у вас действительно сломалась транспортная связь Я еще пока в состоянии решать кому и когда Сломалась или не сломалась? Вы хотите ответ услышать? Ваше транспортное средство сломалось или нет? Господин Захарченко Я на провокационные вопросы не отвечаю Вы только что заявляли, что ваше транспортное средство сломалось Я на провокационные вопросы не отвечаю Тうん, что законодательские удостоверения Туда покажите, до какого угодно ваше удостоверение На основе чего яacağım Я не верю, что оно годно Я думал, что оно просрочено Не верите, делайте официальные запросы Я сделаю после этого Сделайте Сделайте А кому мне показывать, если вы не действительный инспектор? Я подозреваю, что оно у вас просрочено Делайте запросы Я сделаю после нашей встречи Конечно Тогда приеду домой Вот я, например, подозреваю, что у вас нет водительского удостоверения. Это ваше субъективное мнение. Давайте его опровергнем. А с чем связано предъявление удостоверения? С тем, что вы нарушаете правила. Вы же видите, я включил аварийку, вы же видите, включил. Транспортное средство помалось. В случае вынужденной остановки водитель принимает все меры для того, чтобы убрать транспортное средство с проезжей части. Правильно, для безопасности. Вот сейчас я принимаю меры. Выйти в данном случае боюсь, потому что у нас с вами был неприятный диалог. Вы, ваши напарники, и вы применяли физическую силу, я просто не хочу выходить. Будьте любезны, предъявите регистрационные документы на транспортное средство и водительские удостоверения. С чем это связано? Я же объясню. С чем вы управляете транспортным средством? Я не управляю транспортным средством. Есть видеозапись, где транспортное средство движется. Да, движется? Можно посмотреть? Конечно. Предъявите, пожалуйста. Оно прикреплено стационарно. Если есть желание, можете выйти и познакомиться. У нас есть желание, можете его открепить и принести, мы посмотрим. Не работает, к сожалению. Ну, решайте вопрос. Товарищ водитель. Решайте. Вы меня слышите? Не ломайте, пожалуйста. Вы толкну пальчиком фонарик. Я обращаюсь к водителю. Вот так что. Предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение стационарно-документы на автомобиле. Товарищ водитель. Захарченко, уберите, вы сломаете нам... Я не ломаю, вы выполняете законные требования. Ну так, да. Вы слышите меня? Товарищ водитель. Приносите. Мы подождем. Предъявите, пожалуйста, арестрационные документы на автомобиле. А вы могли бы... Извините, пожалуйста, вы могли бы... К вам обращаюсь. Вы адекватен вообще или нет? Вы могли бы убрать фонарик, чтобы мы окно открыли? Товарищ водитель. Можете? Будете проходить медицинское свидетельство, установленный порядок? На что? Товарищ водитель. А на что? К вам обращаюсь. У вас неадекватное поведение. То есть вы нам пихаете... Вы не реагируете на обращение работника милиции, не выполняете правила дорожного движения, паркуетесь, два ряда, чем создаёте помеху для участников дорожного движения. Товарищ водитель. Вы не могли бы не ломать моё транспортное средство? Я не ломаю вашу транспортное средство. Уберите, пожалуйста, фонарик. Я вас прошу. Товарищ водитель. Ну, уберите фонарик. Вы же видите, что вы ломаете его. Ну, зачем вы это делаете? Я вас прошу, не ломайте, пожалуйста. Не водительское удостоверение. Я вас прошу, покажите своё удостоверение, чтобы я убедился, что оно действительно... Я вам его покажу. Вы отказали. В правилах дорожного беззрения не сказано. В полном объеме хочу ознакомиться. Инспектор, я вас прошу, я еще раз вам задаю вопрос. Я еще раз задаю вопрос. Скажите, что вы отказываетесь предъявить, и все, ничего. Нет, я не убедился в том, что оно действительно. Я же сказал, я не убедился. Вы не являетесь представителем контролирующего органа, чтобы проверять срок годности моего служебного удостоверения. Я не убедился, что оно действительно. Извините, пожалуйста. Вы не являетесь в отношении в городе. Ваши требования являются в данный момент незаконными, потому что я не убедился, что вы действующие. Кто имеет право проверить срок годности, обязательно покажу. Водителю по правилам дорожного движения только его предъявляется наличие. Все, я вам его предъявил. Я вас выслушал, но я считаю, что это неправда. А вот вы считать можете что угодно, это ваше субъективное мнение. А правила дорожного движения, законы дорожного движения... Вы не могли бы убрать фонарик? Это моя машина, вы не могли бы убрать? Не могу. Ну, пожалуйста, я вас прошу. Вы физическую силу применяете, так нельзя делать. Я же не спокойно... Нет, смотрите, я адекватно себя веду. Выходить в медицинское свидетельство... Да, конечно, сто процентов мне оказывают. Пожалуйста, выходите из транспортного средства. Я на месте пройду. Идем следовать. На месте будет? Ну, конечно. Мы не на алкоголь будем пройти. А на что? На принятие лекарственных препаратов, наркотических веществ. У вас есть сомнения по этому поводу? Да, есть. А чем это обосновано? Живление неадекватно. Есть инструкция 400 дробь 666. Конечно. В ней описано признаки, по которым... В лабораторных условиях... Признаки, признаки, признаки. Признаки. Есть хоть один признак? Есть хоть один признак? Назовите его хотя бы. Неадекватное поведение. В чем я неадекватно? Срачки ваши широкие. Не может такого быть. Это от фонарика, извините, глаза светят. Проходите медицинское свидетельство в установленном порядке. На предмет установления вами потребления наркотических, лекарственных препаратов будете? Водитель, я к вам обращаюсь. Вы меня слышите? Видите? Ноль эмоций. Эмоции у меня были, сколько же можно с вами разговаривать? Сколько можно с вами разговаривать? Если вы глупый человек. В прошлый раз вы напали на меня. В прошлый раз он на меня напал. На него были написаны заявления. И он еще остался служить. Законные требования ваши. Да, конечно. Поясно. И эвакуатор. Да, да. Давайте эвакуатор. Давайте эвакуатор и поясно. Смотри. Смотри, пытается сломать тепло. Полис придавил, зараза такая. Не переживай. Я не переживаю вообще абсолютно. Я хочу бычара такая. Ты видишь, как он себя ведет? Да, мы еще сделаем с него нормально. Да, вообще, как так можно? Да, и он остался служить, понимаешь, Саша? После того, что он трепал тебя тогда, как он себя вел. Вот это хамло, вот это Захарченко. Смотри, он ковыряет, смотри. Смотри, что он делает. Он ковыряет стекло. Больной. Он еще неадекватный. И он обвиняет меня не в адекватности. Вот чем обидно. Я хочу сказать, ребята, как этот человек может обвинять меня не в адекватности, если он ведет себя неадекватно? Ну, дверью блокирните, а то вот это такой... Смотри, что он делает, смотри. Больной. Смотри, нормальный? Нормальный человек? Обалдеть. Это как в Запорожье? В Запорожье находится вот такой человек. Пусть МВД посмотрит на адекватность данного сотрудника. Пусть посмотрит. Пальцы попридавливал. И пусть посмотрит еще то видео, как он себя вел. Мне очень интересно, кстати, по тому видео, какие были приняты меры. А никаких мер не было. Кстати, да. Я вошу, Машу. Не, 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 не надо, не надо. Мне жарко уже. Я сделаю тише. Он сейчас разобьет стекло. Больной на голову. Больной на голову. Как можно? Сейчас он развалит машину всю. Пусть разваливает. Пусть. Не, ну, дядя был. Это, кстати, с ним тоже был. Да, и не знаю. Еще какой-то был, да, третий? Молодой такой был, я не помню, кто. И улыбается во все 33. Заметишь, что здесь крутится еще какой-то один человек? Да, с ним. Он с ним, он с ним, он в машине с ним был. Вот он, в ней. Да, вот он стоит, в гражданском, который он стоит. Да, он с ним в машине был. В кожаной курточке. Вот тут человек, я не знаю, кто это. Там мне палец еще не выраздавил. Ну, еще по итогу. Ну, еще по итогу. Ладно, ладно, я понял. Денис, мне хоть голову не выноси, я понял. Хорошо. Ну, да, пробуй дозвониться, что-то писядно. Я не против, хорошо. Он уже сколько сутарбанит. Смотри, он улыбается. Ну, а как? Его так виднее, что же у него забава? Так виднее его? Скажи мне, как бы человек... Ну да, он улыбается. Ага. Ой, а включи, пожалуйста, на айфоне подсветку и посвети. Чтоб я заснял. Что люди могут как-то, ну, сейчас адекватно, наверное, себя вести, как-то реагировать адекватно на инспекторов. Должны адекватно... Ну, я, честно говоря, мне трудно это понять. Потому что, ну, как бы люди получают удовольствие просто от того, что издеваются. И все. Ну, другого, ну, тут сказать нечего. Люди в прекрасном расположении духа. Они окружили машину, они издеваются над людьми и получают этого морального удовольствия. Я считаю, что это, ну, вполне нормальные признаки нынешней милиции на сегодняшний день. То есть, это, ну, профессионалы своего дела. Ну, что ж, мы специально, ну, никак события не форсируем. Мы хотим посмотреть, чем это все закончится, как инспектора будут действовать. И что они предполагают делать. Я не же знаю, что в машине находится рулем журналистов. Ну, понятно. Они прекрасно знают, кто и что. Ну, то есть, вы можете, ну, сами дофантазировать, как люди действуют обычно, с обычными людьми. Как они себя ведут. Человек наслаждается. Ну, что он. Каждый проводит, ну, по-своему время. Кто-то так, кто-то по-другому. Кто как пятницу коротает. Не, ну, я не видел, чтобы... Я думал, что... Я знал, что Захарченко не в адеквате, который работает в ГАИ Запорожье. Я не думал, что настолько вот он ненавидит людей, ненавидит общество. Странно. 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 Ну, Захарченко при этом, ну, он в телефоне, там, я не знаю, он играет, наверное, в какую-то игру. То есть, человек может делать два дела сразу. Руководство ГАИ должно оценить, ну, как бы, специфику данного специалиста, и, может быть, стоит его нагрузить еще дополнительными какими-то обязанностями. Он может, там, ногой еще, может какие-то админпротоколы заполнять. Ну, я не знаю. Нет, человек делает сразу несколько дел. Вот смотри, изобличает преступника сейчас, в данном случае, это Виталина. Второй рукой он в телефоне, там, ну, я не знаю, может, пишет жене смс-ки о проделанной работе за сутки. Вот. Общается с напарником, очень мило, кстати, который тоже, вот, ну, явно любит свою работу. Я, честно говоря, я не понимаю, я не понимаю смысла, ну, данного вообще действия. И как это может повлиять на безопасность дорожного движения? Честно говоря, я не знаю. Если бы можно было бы как-то пристегнуть его к выработке электроэнергии, мы бы не зависели реально не только от газа. Честное слово, ну, посмотри, реально, сколько энергии тратится впустую. Человек улыбается, ему весело, он в хорошем настроении, ну, почему бы и нет? Ну, все. В жестоке числобезда. Не, ну, подожди, ну, он звонит, ну, он так, просто так теряет, и все, а так нет. Ну, сколько? Уже где-то минут 15 или 20 стучит? Больше? Не, ну, минут 10 стучит. Не, не, больше, больше. Ром, да? Больше. Больше. Минут 20, да? 15-20. Это какой ролик длины должен быть? Ну, конечно. Напарник улыбается, думаю, твой характер. Угу. Не, ну, если им больше нечем заняться, ну, что ж. Ну, нормально, мы не против. Мы только замком. Скорее всего, достарение не ездительно, потому что он скрывается. Да, не, ну, даже если... Может, просрочено? Не надо. Ну, просрочено, да, срок кончился. Чем он его скрывал? Ну, ты кто? Чип и Дейл спешат на помощь? Я могу с этой стороны еще открыть, да? С моей стороны пусть подходят, общаются. Мне кажется. Я не знаю, кто это, кто-то приехал, какой-то, наверное, служба безопасности Украины какая-нибудь. Ну, может, да, может, открыть, поговорить. Он не сдается, даже при напарниках. Так они все с него стекутся. Так, иначе. Ну, да. Это могло произойти. А кто это? Понятые? Подставные? Ну, ничего страшного. Не, ну, если они думают, что это страшно, на самом деле, то это не так страшно, конечно. У нас аккумулятор еще заряженный целый, если. Это полная флешка. Ну, что, что, что? Ну, я же сходил. Я хочу просто с этого ракурса снять. Снимаем. Вы уже не пользуетесь больше чужими автомобилями? Какими? В смысле чужими? А с чего вы взяли, что это чужая для меня машина? А с чего у вас такая информация? Интересно. Владею такой информацией. Что вы говорите? Да. А вы больше не целуетесь с напарником? Не, просто интересно, я владею такой информацией. А что здесь такого? Мне интересно просто. Интересно делать официальный запрос. А вы мне сейчас официальный запрос делали? Я запрос как я могу. Ну, вы сейчас мне задали официальный запрос? Как я могу делать официальный запрос? Вы, сотрудник милиции, вы такими действиями что хотите добиться? Хочу медицинское свидетельство в установленном порядке. Знаете, вот я в машине находился сейчас 15 минут и наблюдал за вашими действиями. Мне кажется, что медицинское свидетельство надо против вам. Когда у вас будет такое право освидетельствовать инспектором, с удовольствием пройдет. Ой, дай Бог вам дожить до того времени, когда у меня будет это право. И все же, какие действия? Самое здоровье как-то не беспокоится. Сколько это будет продолжаться? Просто интересно. Водитель не отреагирует. То есть это можно бесконечно стучать? У вас какие-то оперативные действия? Есть определенные... Оперативные действия? Да. Здесь происходит обыск, досмотр. Это водителя вызываем нормальную реакцию, чтобы он отреагировал. Да. На законные требования. Водитель не реагирует. Это нормально, да. То есть у меня есть сомнения. Подозревают, что водитель находится под воздействием либо лекарственных препаратов. Я понял. То есть процедура говорит именно об этом. Действовать именно так. Я понял. Как можно привлечь внимание водителя, который закрылся в своем автомобиле? У вас есть какие-то процедуры действия, когда водитель себя так именно ведет? Есть? Заблокировали проезд. Заблокировали. И начинаете действовать? Да. Внимание, да. Привлекаем внимание водителя, дабы он отреагировал на законные требования. А регламентировано это по времени? Сколько это будет? По времени? Там ничего не сказано. Ага. Если правонарушитель задерживается и нет возможности составить протокол на месте, задерживается. А когда? Ломать мы не будем. Это не процесс. Там нет ничего такого, чтобы ломать двери. Да? То есть выйдет водитель, предъявляет документы, составим протокол на месте. Выйдет, не предъявляет, будем доставлять в районное отделение милиции для составления админматериала. Потому что на месте его составить невозможно. Кто там находится за рулем транспортного средства, я не знаю. Это не предоставляет, не открывает вам двери. Вы считаете... Должны постоять инспектора, развернуться и уйти. Нет. Да, у меня есть подозрение, что человек находится в состоянии наркотической пенсии. Следственно-оперативной группы. Зачем нам следственно-оперативной группы? А что? А что? Поднесли. Глаза красные. Рачки широкие. Поведение неадекватное. Припарковался вторым рядом. Занял полторы полосы. Почему так делать, непонятно. Я считаю, что если я рядом нахожусь с вами, то... Поведение неадекватное ваше время. Почему так себя ведет, непонятно. Он там не засыпает, нет? Что с вами уснешь. О боже, может и уснул бы давным было. Глаза снили взбираться. Пересохшие. Он принимает лекарственные препараты. У меня спрашивают? Вы же с ним ехали. Только его лучше знаете. Почему? Ехал? Как вы его лучше знаете? Откуда вы ехали? Вообще. В смысле откуда? Вместе со своим водителем. Вместе со своим водителем. Он же лучше знаете, что у вас... С той стороны вот. Не употреблял. Не употреблял. Почему такая реакция? Закрылся. Документы не продвигаем. Человек с камерой, можно вас попросить? Прошу присутствия свидетелей на камеру проделить документы, не продвигаем. Можно же по-другому. Попробуйте. Вас пробовать не стоит. Я тоже так думаю. Оно видно. Вам видно так? А вот так даже лучше. Лучше? Ну смотрите сами. А вот так? Нет, так не надо испортить. А что? Кого испортить? Потому что испортить камеру. Очень чувствительная? Камера или вы? Отойдите пожалуйста. Зачем? Почему? Ну пожалуйста, пришлось отойти. Это просьба? Ну как бы да. Как бы да, я отклоняю. В данной ситуации это ваше транспортное средство? Какая разница? Большая. Светится? Или не светится? Как маленький ребенок. Ну что? Вы же стучите, стучите. Вы-то пассажир. Пассажир сейчас вы, стучите. Правильно? Ну с товарищем вы общаетесь? Стучите, стучите. Как вы считаете водитель ваш? Вы же доверяете ему свою жизнь. Вы же, вы же. Правильно? Вы же там осведомленный инспектор. Вы же все знаете. Я же еще раз говорю. Вы доверяете дальному водителю свою жизнь. Как вы считаете ваш водитель адекватен или нет? Я считаю, что неадекватный это вы и все это увидят. Потому что адекватные люди так себя не ведут. А что ты включаешься на него? Не, ну мне зли тут. Ну как это? Разве это нормально? Ну разве это нормально? Ты можешь не играть в машину? Я слышал. А что ты включаешься? Ты что не знал? Я хочу перед напарником сказать. Что ты хочешь сказать? Разве это нормально? Я хочу открыть эту новость. Я тебе говорю. Не на до. Он этого добивается. Хорошо. Что ты как маленький идиот? Заведи. Заведи, погрейся. Он безоружен. Не угрожает здоровью, жизни. Правильно? Машина, слава Богу, не горит пока, чтобы вытаскивать его из горящего автомобиля. Слова пока, что меня обнадеживают. Потому что проводка эта вещь такая. Ну да. Всюрую погоду может самовозгораться. Понимаешь? Классно, да? На аварийке так долго стоить, что он замкнет и загорится. Да, может пыхнуть. Поэтому окажем помощь, если загорится. Здрасте. Покажите нам содействие. Кто старше? Старше чего? Ну, кто вызывал нас? Ну, это мы вызывали. А вы кто, извиняюсь? А вот, граждане закрылись. А ГАИ вас вызывает? Основания у нас такие же. Люди молодые, без документов. Мы там полностью тонированы. И на городе. Идут всем неадекватно. Я извиняюсь, как вас зовут? Это имеет значение. Вы кто? Ну, я гражданин Украины. Меня Саша зовут. Документы. Документы. Почему? Вот сотрудника милиции, пожалуйста. Ух, а на Украине у нас просто документы. Просто так, кто попросил, то ему надо показывать. Ребят, вы что, играетесь или что? Я не понимаю. Я с кем имею честь общаться? Я представитель Самообороны. Я представитель Самообороны. Как вас зовут? Я просто имя сказал. Михаил меня зовут. Чтобы к вам обращаться. Михаил. Я спрашиваю. Вы немножечко за головой дружите, ребята. Да, вот это ситуация. Не, 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 не. Да подожди, Саша. На секунду. Не, 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 не. Подожди, Саша. На секунду. Вы свои будете предъявлять? Конечно, я вам показал. Показать еще раз. Вы не пугаете меня. Я знаю, я слышал, я слышал. Вот это самое интересное, да. Вас ГАИ давно вызывает? Вам ГАИ звонит и вызывает вас. А вы не сотрудник МВД? Мы звоним ГАИ и мы сотрудничаем вместе. Пожалуйста. А вы кто? Чтобы я вам показывал, что угодно. Подождите секунду. Обычное движение предъявляется служебное удостоверение. Я хочу посмотреть на сколько угодно. Мне недостаточно этой информации. Делайте официальный запрос. Я не вижу. Оно просрочено у вас. Вы уже не сотрудники. Вы не сотрудники. Инспектор не предъявил свое удостоверение. Оно просрочено. Прошлая встреча с ним была. Он трепал меня за куртку. Я писал в прокуратуру и этот гад еще не уволен. А меня интересует... У вас есть документы? У нас есть документы на право управления. Меня этот инспектор знает. Молодой человек. Это наркотики вас надо проверить. Вы неадекватные. Лицо красное, глаза широкие. Подбирайте выражение. Есть инструкция МВД. Я возбужден от того, что вы ведете себя неадекватно. Он тарабанил по машине, разбивал мою машину только что. Так это мне надо вас позвать, чтобы вы угомонили вот этого неадеквата. Вот что надо позвать, понимаете? Основная грязь в этом городе это вот, понимаете? А не я, когда снимаю этих инспекторов, увольняю пачками по всей Украине. И вы сейчас приехали защищать его перед народом и говорите, что творится. Да я знаю. Правильно. Вот эти слова эти красивые. Правильно. Вам предъявили. Он не предъявил. Он не предъявил. Он не предъявил. Подождите. Есть жетон с номером на жетоне. Я имею право ознакомиться с удостоверением в новом объеме. Я вам показал. Вам показал. Он скрывает дату. Почему? Меня это настораживает. Может он не инспектор. Может он оборотень. Меня это настораживает. Я имею право. Это мое право. Оно прописано в статье 5 закона о милиции. Понимаете? Есть у вас еще обязанности. Товарищ Вадим. Знаю. Эти обязанности наступают только после того, как я ознакомлюсь, что это настоящий инспектор. Понимаете? Тонкость. Понимаете? Как только я увижу, что оно у него действительно... Конечно, мы же не будем разговаривать в правовом поле. А сейчас о чем может быть речь, если он скрывает принципиальность? Он на принцип пошел. Я не хочу. Не имею право. Я имею право. Вам не отчитываться. Хорошо. А я имею право после этого вам сказать до свидания инспектор. А вы как водитель обязаны предъявить свое водительское удостоверение. Только когда я полностью буду убежден, что вы настоящий инспектор. У вас есть телефон. Нет. Есть дежурная часть. Для этого вам удостоверение выдало государство. Вам государство выдало удостоверение? Вы показали правила дорожного движения? Нет. Извините. Вам показали законы милиции? Я знаю законы милиции. Что в нем говорится? Да. Сейчас вы не правы, потому что вы лукавите. В вашем удостоверении четко написано до какого действительного. Если оно просрочено... Для кого это? Для кого? Для кого? Для вас? В каком документе это сказано? В каком документе это сказано? А это логично, это логично. Нет, логика здесь не нужна. Здесь есть конкретные документы, есть закон о дворожном движении, закон о милиции, ediyorum. «Придъявить». Я вам предъявил. Вам звание видно? Видно. Видно. Фотографию видно. Вы же знаете, что я имею ввиду правильно? Фамилии, имя, отчество видно. Вы же видите, что я имею ввиду? Правильно, мы же без силы с вами. А вы можете иметь ввиду то, что вам будет угодно. Вот вы не правы, вы сейчас зло... Обжалуйте мои действия. Я ваше действие обжаловываю, напишу обязательно. Захарченко, вы меня обвиняли в наркотическом опьянении. А вы и сейчас находитесь в таком состоянии, и я хочу провести вам медицинское освидетельство. Я нахожусь, а я хочу вам. А я подозреваю вас. У вас есть такое право? Да, у меня есть такое право. Вот сейчас граждане вот эти, которые сидели в машине, тоже подозревают вас. Ветхуда оно такое право появилось? Кто вам дал такое право проводить мое освидетельство? Да, право на подозрение. Подозреваем, что он пьян. Как это? Как это? Общество, которое вам зарплату платит. Общество, товарищ водитель. Вы вот так вот руки расставили, вы считаете все царями и парами. Доварищ водитель, на основании какого документа вы будете мне проводить освидетельство. Как кто стоит? Вы будете предъявлять документы? Да, я буду предъявлять опьянщему сотруднику. Раскователь, водительское удостоверение, регистрационный документ на автомобиле. С чем это связано? Поковка, правильно вы сказали? С нарушением правил дорожного движения. Хорошо, давайте я ознакомлюсь с своим нарушением. Не буду я вас ознакомить. Почему же? Я вам в устной форме объяснил. Я могу подтвердить свои слова, видеозаписи. Пожалуйста, ознакомьте меня согласно 268 статьи с административной разбирательностью. Я вас ознакомлю. Ознакомьте, пожалуйста. Вы нарушили правила остановки стояга. Остановились на проспекте, в два ряда, где имеется разметочка. Но я в чем-то не прав. Вы одновременно занимали две полосы. Товарищ водитель, я не хочу с вами разговаривать. Вы будете экзаменами? Я с вами разговаривали? Я с вами хочу разговаривать. Я уже не хочу. Я с вами. Вы показали все, можете ехать дальше. Вы мне не будете указывать, что мне нужно делать. Давайте продолжим. Зачем вы на меня наступаете? А зачем вы это сделали по ноге? На вас наступил. Ну зачем вы на ногу наступили? На вас наступил? Ну зачем таким хамовитым? Я поставил ногу, вы наступили на ногу. Не ставьте мне под нож. Я не ставлю. Я не ставлю. Вы подошли. Товарищ водитель, вы будете выполнять законные требования или нет? Я с вами не хочу общаться вообще. А я с вами хочу общаться. Все, уходите. Я на работе. Уходите, пожалуйста. Я не хочу вас увидеть. Мне, когда, куда. И что он не нужно делать. Вы меня пугаете. Значит, товарищ Вячес Shopify, вы будете предъявля Outset Бою? Вы уходите. Я общаюсь с вот таким. Он адекватный нормальный. Я хочу с ним пообщаться. Вынужден вы составить протокол. Составляйте. 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 Действуйте. А почему вы стоите? Действуйте. Почему вы стоите? Документы настоящей личности. Почему вы танцуете возле инструкции, а как действовать? Документы настоящей личности. У вас есть инструкция, как действовать. Я вам объясню. При невозможности составить протокол на месте. Граждане задерживают и доставляются в район. Давайте, поехали. Нет, я ваш автомобиль не присяду. Я задерживаю. Протокол задержания оформляйте. Протокол задержания до 3 часов без протокола. Нет, я не присяду в ваш автомобиль. А каким образом будем доставлять вас в район? Зачем мне доставлять? Вызывайте сюда следственную оперативную группу. Следственную оперативную группу? Зачем? Здесь что уголовный процесс? А почему вы вызываете самооборону вместо милиции? Это просто интересно. Потому что я сам милиционер. Зачем мне еще милиция? А почему вам самооборону, если вы милиционер? Он на ногу наступил мне. Потому что численное превосходство здесь у людей. Мы с оружием. Вы ведетесь неадекватно. У нас численное превосходство. Попрошу, буду ожидать следственную. Руку, пожалуйста, уберите. Вы слышите? Я вас прошу. Не надо меня трогать. Транспортное средство. Вы действительно будете меня руками крутить? Вы крутить меня будете? За что? Мне дозволяет закон статья 13 закон о милиции. Я вам зачерпал только что. Почему нет? Потому что вы задержаны. Вы задержаны. Я не могу составить протокол на месте. Потому что я не знаю, кто передо мной стоит. На кого я буду составить протокол? Вы не предоставили документу достающего личности. Любой документ подтверждающего личности. Вы мне серьезно будете показывать? Кто? Вы подтверждаете? Значит, для подтверждения вашей личности Нужен будет документ ваш. У Романа есть документ. Мы его предъявляем? Да, да, да. Подтверждать будете ли сейчас? Конечно. Вы меня присяживаете. Захарченко вразумеваете? Мне не надо. Я вас прошу. Я не запрошу. Он был за старшим, чтобы лоисипон не включал. Я не запрошу. Ну, бригада, накажите его за это. Вы что, серьезно? Время выделили? Конечно. Да не надо никуда, а ты что прикалываешься. Не, ну смотри меня, Джарлыч. Не вмешивайтесь в работу милиции. Да я с другом общаюсь. Я говорю, не вмешивайтесь в работу милиции. Открайся с другом милиции. Можно я вперед сейчас? Нет, нет. По инструкции, пожалуйста. Дай я ключи в машине и водительское мое. Хорошо. Мне серьезно? Конечно. Похоже на шутников. А я не знаю, куда они повезли его, если честно. Я тоже не знаю. Меня переживают. А как по-другому? А чем я вмешиваюсь? В работу милиции вы препятствуете своими действиями тем, что вы не даете составить рапорт. Друг был у вас тогда, когда вы сидели в автоматике. А сейчас он задерживает. Пожалуйста. А мне после этого не перестает быть другом? Я говорю, потом пообщайтесь. Отойдите, пожалуйста. Так я же не мешаю никому. Зачем вы толкаете? А что вы делаете? Да еще раз. Успей, а что вы делаете? Да вы мне не ото что замечание делаете. Отойдите на безопасное расстояние от патрульного автомобиля. Это какое безопасное? Кто его определяет? Я определяю. Я. В чем? Рома. Возьми камеру. Я 15-й стрим. Закон о милиции. Что говорите? Когда работник милиции задерживает правонарушителя. Задерживает? Вот задерживает. Я с оружием в руках определяю расстояние, которое сокращать при этом запрещается. А я как гражданин Украины имею право. Отойдите, пожалуйста, на определенный расстояние безопасно. На определенный где? Кто определил? Отойти от меня на метр. Задержали. Задержали. Захарченко задержал. Я не знаю. Все видите, да? Как себя человек ведет? Как я себя вел, все вы видели, да. Я не знаю. Насколько человек адекватен? Но он считал, что я не адекватен. Охраняет теперь Виталина наконец-то. Это хорошо. Он очень крупный мужчина. Да. Физически развит. Развит? Очень плохо. Вы только физически развит. К сожалению. Это не вам судить. Как это? А кому? Вы какого судью ищите? Я не могу понять. Вас никто не судит. Вы говорите, не вам судить, не вам, не вам. А кому? Кто же над вами? Пацаны два наряда. Написал? Закрываем пацаны. Вы пока ожидаете сделать... Ой, вы тут никого не судите. Если вас сюда примут, вы заходите. Я пока доставляю только человека, которого я приму. Вы тут не хозяин уже. Вы ошибаетесь. Я решу развею. Заходите, пожалуйста. Вы же только что приглашали. Это я. Лучше придите и поговорите. Добрый вечер. Нам человечка надо удостоверить. Это будет труд. Так шо, давай узнавать. Да шо узнавать? Мы уже давно сказали до свидания. Нет, так одну. Тогда пойдем. Можем идти мы, да? Все. Спасибо. Ребят, идите, поинтересуйтесь. Давайте по задержанию. Давайте по закону. Подождите, давайте зайдем вместе. Нас отсюда выграно. Вот. Вот. Слушайте. Я дежурный по отделу. Моя фамилия. Секундочку. Один момент. Пойдем. Да, они все. Скажите, пожалуйста. Пойдем. Можем ловить и нехер. Нет, подождите. Ребята. Ну он уже запустил. Ребята, ну. Вы можете идти. Да он тоже пойдет. Шо, будьте нас держателем. Три часа уже все. До свидания.